вот и добрался до разбора начинаю отсоединять всю проводку снимать коллектора все по большей части скину а потом уже буду отсоединять коробку потому что у меня подрамник не завалился с двигателем здесь четыре клипсы это у нас теплозащитный экран шумоизоляция от салона от двигателя клипсы снял экран снимаю все убрал его под ним у нас открывается проводка разъемы по большей части я разъемы подкидывал здесь две массы сзади головка ключик на 13 и ключик на 10 снизу массы откручивая и отсоединяю вот так вот будет придется искать и устанешь искать эти массы где они больше масс по кузову от кузова до подрамника до двигателя я пока не видел вот проводку вывожу здесь разъемы все с датчиков поснимал еще потом покажу где датчик коленвала за стартером находится с ним вот этот отрубок хомут здесь я скинул антифрис капает вот здесь вот болт откручиваю спереди хомут и вот эту трубку вместе со шлангами шланг у нас уходит на термостат снизу вот здесь вот их сниму также еще отсоединяю проводку от коробки сейчас покажу вот этот разъем потому что если его делать снизу то будет очень неудобно ковыряться здесь кузов перекрывает места мало надо будет кардан снимать вот такой вот фиксатор я его приподнял но перед этим я его замочил силиконом забрызгал продул всю грязь на этом фиксаторе вот здесь сверху стоит вот такой еще фиксатор когда мы закрываем его защелкаем он у нас как не дает блокирует и не дает этому флажку подняться и открутиться поэтому сначала мы снимаем вот этот фиксатор потом очищаем продуваем расшатываем и откручиваем снимаем электроразъем коробки вот такая вещь здесь сверху защелка тоже ее неудобно но расщелку провод вывел здесь такая же защелка металлического расщелку снимать ее не стал кожа если снимать выгнется скинул здесь кинул здесь и два датчика с раздатки отключил все у нас в принципе проводка целиком от коробки отсоединена пока лежит сейчас везде до отсоединяя у нас снизу он датчик детонации внутри а вот датчик разъем сейчас фонарик возьму вот датчик колен положение коленвала за стартером находится стартер снять с автомобиля если снизу то лучше всего снимать кардан потом откручивать стартер разъем и плюсовой провод почему я это все показываю где такие разъемы очень часто бывает спрашивают а где какой разъем там но где какой датчик стоит также вон за стартером сверху датчик давления масла разъем я еще не снял ну и все после этого я откручу сниму впускной коллектор это я уже покажу а с этой стороны я сниму турбину экран три болта откручу откручу турбину откручу кронштейн крепления катализатора здесь патрубки сниму а потом уже доберусь и сниму компрессор кондиционера привод здесь вал выходит из коробки привод сдернул вот эти вот места за них монтажками зацепился и сдернул а со второй стороны привод он входит в редуктор ну как обычно внутренняя граната такая тоже зацепился монтажкой и тоже выдернул как говорил привода у меня останутся на месте подвяжу поставлю разбираем дальше здесь болт открутил кронштейн снял снимаю патрубок сейчас здесь антифриз побежит тазик снизу поставил так вот вот оба в в в в Смотрите продолжение в следующей серии. С патрубкой еще около литра, наверное, антифриза сбежала. Я два болта, головка на 13 открутил, стартер снимаю. Провода отсоединил. Какой маленький стартер. Сопун переднего моста. Клипс отцебил. Пять болтов крепления коллектора, головка на 10, я открутил. Вроде как коллектор должен сняться. Должен, но не обязан. Держится. Внизу под коллектором на блок еще один болт идет. Удивительно, а он не зажат, не затянут. Внизу под коллектором на блок еще один болт. Смотрите продолжение в следующей серии. Все. Впускной коллектор я снял. Вот сюда, в блок, снизу прикручивается болт. Первый раз вижу на четырехцилиндровом двигателе два датчика детонации. На два, на два цилиндра. На первой стороне, на третьей, на четвертой, что рядышком находится. Отсоединяю разъемы. Вот датчик коленвала, два датчика детонации и датчик давления масла. Также вот снизу, под кронштейном подушки, провод массы прикручен на блок. Разъемы я снял, датчики детонации я открутил, болты здесь закрепил, чтобы потом не гадать. Разъем с генератора снимаю и так же скидываю ремень. Здесь рампа. Шумоизоляцию с рампы снимаю, откручу. Посмотрю, как снимутся с форсунок, потому что форсунки, как я полагаю, здесь высокого давления. Вот насос стоит высокого давления, его откручу. А здесь, наверное, надо будет какой-то съемник. Съемника у меня нет, но буду что-то придумывать. Генератор крепится двумя болтами, головка на 13 и гайка с этой стороны. На ремне я метку поставил, как вращается, чтобы потом также установить натяжитель квадрат 1 и 2. Вот его ослабил и ремень скинул. Все, генератор можно откручивать, снимать. Генератор открутил, снимаю. Не шумит. Я вот эту шпильку из блока тоже выкручу, чтобы она не торчала, мне блок надо будет в мех-обработку ввести. С этой стороны пока все. Проводку я могу убрать. Я ее сейчас в сторону перемещу, снимать ее полностью не буду. Она останется на подрамнике, потому что у меня здесь один жгут уходит под радиаторы вниз. Еще снизу под карданом вот здесь не отсоединил датчик уровня масла в поддоне. Все, разъем я отсоединил. И проводку в сторону убираем. Ну, здесь у нас только остается, но этот отдельно провод. Я когда подниму двигатель, уже лапу буду откручивать, после этого откручу под лапой провод плюсовой. Провод под лапой минусовой, но здесь же плюсовой на стартер, параллельно с ним идет. Иду на вторую сторону, со второй стороны снимаю турбину. Здесь, под турбиной на коллекторе. Ладно, сейчас сначала поэтапно. Болты я ослабил. Экран снимаю. Три болта, головка на 10. Эй. Здесь я хомут снял. Снимаю. Так. Это у нас охлаждение идет, подача и слив. Откручу. Четыре гайки крепления турбины. Здесь разъемы я снял. Трубки сверху отсоединю. А потом сниму целиком. Я здесь открутил оба штуцера на охлаждение. Также открутил четыре гайки, головка на 15. Катализатор к турбине. И два болта, головка на 13 кронштейна. Могу вот эту часть снять. Сейчас снизу откручиваю слив масла с турбины. И откручиваю подачу масла с турбины. Вот он один штуцер. И вот он другой штуцер. Но я откручу от блока. Там четыре болта, головка на 10. И также два болта, головка на 13. Именно кронштейн турбины. Помимо того, что здесь четыре гайки, снизу еще два болта, кронштейн, головка на 13. Откручиваю. Открутил я турбину, открутил здесь гайки, открутил снизу. Но самое интересное, я не хотел откручивать подачу здесь. Я хотел ее открутить от блока. А я не могу ее открутить, пока я не сниму кронштейн подушки. И если вы захотите на этом двигателе поменять трубку подачи, у вас ничего не выйдет, надо снимать кронштейн подушки. Сейчас я сниму, покажу, какой болт. Здесь я открутил штуцер, отодвинул, снизу все открутил. Штуцер сразу закручу на место, чтобы грязь не попадала. Вот, смотрите, о чем я говорю. Эта трубка у нас охлаждение, ее тоже от блока. Надо было открутить, потому что она тоже мешала. Верхний болт трубки подачи открутить можно, а нижний болт, видите, вырез в кронштейне, и головка туда не одевается. Даже если я подлезу туда рожковым ключом, болт не выйдет, он в кронштейн будет выпираться. Он здесь не встает. Вот такие вот дела. А, кстати, этот кронштейн я открутил. Этот кронштейн не турбину держит, а он коллектор держит. Вот он поднимается. Снимаю теплозащитный экран. Два болта, головка на 10. И сразу откручиваю выпускной коллектор. Вот, соответственно, он экран-то выйдет. Да, вышел. Так, здесь головка на 15. 5 болтов откручиваю. Сказал, болты на 15, болты на 13. Открутил гайки, снял кронштейн. Эти болты выкрутил. А, последний болт, удлинитель не залазил, кронштейн мешал. Так, теперь откручиваю трубку с помпы. Трубку с помпы, трубку с помпы. Открутить ее откручу, но ее пока не снимаю, потому что у меня шланг уходит под кронштейн. Здесь разъединять не буду, потом целиком сниму. Здесь у нас проводка уходит на компрессор кондиционера. Один разъем, и вот второй разъем. Оплетает помпу. Поэтому сейчас подлезу, разъем сниму, проводку уберу. Проводку отсоединил, убрал. По трубок снял. Два болта, головка на 10 открутил. Ремень убрал. Три болта, головка на 13. Помпу открутил. Один, два, и вот здесь вот третий. В принципе, должен насняться. На сняться. Помпу снял. Ну а теперь можно снять компрессор кондиционера. Трубки одним болтом откручиваю. И три болта. Раз, два. А нет. Компрессор кондиционера я не сниму. Нижний болт перекрывается рулевой рейкой. Это трэш. Трэш. Вот так вот. Рано похвалил. Вот поменять компрессор кондиционера, снять его, вам надо снимать рулевую рейку. Да, вам надо снимать, ослаблять и поворачивать рулевую рейку, потому что нижний болт компрессора вы не открутите. Но так как я двигатель снимать буду, поэтому я трубки снимаю, откручиваю, а двигатель уже сниму с компрессором. Я с этой стороны гайку на 18 крепления опоры открутил. Просто стоит. Здесь у меня, в принципе, кроме шлангов с коробки, ничего нет. Сейчас шланги тоже откручу. На 13 трубки в сторону уберу и вот здесь вот от поддона хронстейн откручу. Трубки также останутся на подрамнике, я их трогать не буду. Поставлю снизу тазик, если масло немножко побежит, чтобы не капало. Так, со второй стороны. Здесь кардан я открутил. Торекс Т-45. Все, вот кардан спереди от редуктора откручен. И надо мне открутить теперь. Вот я повернул. Головка на 18. Болт крепления гидротрансформатора к маховику. Как я понимаю, там три болта. Два я открутил. Это третий. Откручиваю. И сейчас проверну коленвал, посмотрю. Болт шкива коленвала на 27. На 24. Да, все. Маховик откручен от гидротрансформатора. Вот я его могу оттолкнуть. Все, я его от маховика оттолкнул. Здесь я болт, болт, гайку крепления опоры тоже открутил. Сейчас откручиваю трубки от коробки, убираю коробку и подвешиваю двигатель. Петель нет, поэтому сейчас буду думать, за что зацепиться. Открутил я крепление к коробке и двигателю и отодвинул ее. На кран повесил. Двигатель, получается, на подушках стоит ровно. То, что я подкладывал снизу, можно было не подкладывать. Он, наоборот, как бы на редуктор вперед лег. Поэтому свалиться ничего не свалится. Я боялся, что он может сюда завалиться на подрамнике. Нет. Беру коробку, убираю. И смотрю, за что зацепиться. Как я говорил, ушей нет демонтажных. Ставить, снимать. Поэтому за что-то буду вязаться, чтобы ничего другого не ломать. Убираю коробку. Снял я двигатель. Поставил его на вертолет. Пока еще на кране был. Я сразу снял передний редуктор. Открутил четыре болта крепления редуктора. Вот, получается, раз, два, три. И четвертый снизу, с той стороны. Он идет с таким длинным валом. Все, редуктор снял. Также взял с этой стороны. Второй наконечник снял. Который здесь идет. Три болта. Головка на пятнадцать. Проходит через поддон двигателя. Но масло двигателя здесь не попадает. Там просто канал сделал. Вот так, все. Двигатель можно будет уже разбирать. Здесь вот еще обратил внимание. В этом месте коллектор прокладка продувал. И труба закидана черная. И здесь надо будет померить коллектор. Возможно, он поведенный. Вот такой маховик открутил. Снял, потому что потом будет неудобно откручивать. Единственное, что еще потом переставлять придется. Здесь полуподдон. Мало того, что поддон стоит. Сейчас покажу. Вот поддон стоит. Потом вот еще полуподдон. Постель коленвала, я так полагаю. Она отдельно прикручивается на нее. И подушка у напора крепится как спереди, так и сзади. И вот у меня крепление вертолета. На нее уже тоже крепится. Когда надо будет снимать коленвал, выкручивать, надо будет перехватываться сюда. Пока вес большой, я сюда не стал цепляться, чтобы не отломалось. А со второй стороны здесь, видите, здесь гораздо выше. Тоже не стал цепляться, пока здесь зацепился. Здесь просто направляющая. Но это потом уже, когда расчехлю, перед тем как коленвал снимать, перецеплюсь. А так сейчас пока перекатываю в сторону и устанавливаю подрамник на место. Вот так все это выглядит. Одно за одно цепляется. И скажу, что редуктор заменить на автомобиле не получится, если надо будет делать редуктор. Только снимать двигатель. Вот такие вот дела. Ладно? Проводку сейчас сюда, в сторону радиатора, пакую. Трубки. Я все на коробке и на трубках заглушил концы, чтобы грязь не попадала. Здесь подвяжу, чтобы не болталось. И подружу на место под капот. До сборки двигателя. Когда соберем, уже будем устанавливать. Ну как устанавливать, подрамник я показывать не буду. Просто закидываю его туда. Внимание. До свидания. У нас не было, что, куле!